Доброе утро! Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, друзья! Мы продолжаем говорить на тему, откуда и почему столько зла в мире. Современный человек уже почти не знает, что раскаяние, или лучше сказать, что такое раскаяние и покаяние. Не знает потому, что его научили видеть источник всего нехорошего не в себе самом, а вовне, в чем-то безличном, по отношению к чему сам он всегда только жертва. Если плохая жизнь, если вокруг нас столько зла и страдания, то это потому, что общество несправедливо распределяет материальные блага, пищу, одежду, квартиры, автомобили, если страдает человек, то это потому, что наука не все еще объяснила и разрешила. Если человек не чувствует себя счастливым, то потому только, что недостаточно уяснил законы, управляющие миром и жизнью. И надо всего-навсего вдолбить ему эти законы, перевоспитать так, чтобы сознание его стало научным, объективным, всецело подчиненным теории, которая раз и навсегда объяснила и объясняет, в чем зло и как его уничтожить. Поэтому в нашей цивилизации не осталось места для глубокого вздоха, с которого в христианском опыте жизни начинается все то, о чем и сам призыв Христов «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих. Без этого вздоха, без этого пробуждения совести невозможно объяснить себе тайну зла, невозможно и начать борьбу с ним. И вот здесь, именно в этой точке, завершаются все теории, все философии, все рассуждения. Здесь начинается то, что одно только способно новым светом осветить жизнь и дает силы не только заново осмыслить ее, но и по-новому жить. Откуда же и о чем этот вздох? Конечно, все разговоры и рассуждения о нем бессмысленны, если не признать как самоочевидность наличие в человеке той внутренней глубины того таинственного духовного органа, что издревле зовется совестью. Жить по совести. Совесть не велит, совесть замучила. Очистить совесть. Вот слово «сочетание» для кого-то внешнее, а для кого-то глубинное. И почти невольно так всегда говорит человек, так и сейчас говорит он, как не внушали бы ему, что зло объективно, и познание, как и уничтожение его задача с одной стороны объективной науки, с другой стороны объективной реальности. И знаете, далеко не всякий человек даст научное определение совести. Но нет человека, который не ощутил в себе хоть раз в жизни, хоть на минуту, на секунду некий голос, который невозможно заглушить и который звучит как голос последней правды, последнего беспощадного в беспристрастности своей суда. Нет, это не просто голос разума, которым мы так часто оправдываем в своих гладких рассуждениях любое зло. Не просто голос морали, морали, которую мы, как нам все время разъясняют, можем вывести из чего угодно. Из классовой борьбы, интересов нации сегодня прибавилось еще много словосочетаний. Нет. Потому что в том-то и уникальность совести, в том-то и несводимость ее ни к чему другому, что она одновременно и нечто самое глубокое во мне, как бы я сам на последней своей глубине, и то, что обращено ко мне как голос, призыв, увещание. Словно бы кто-то другой во мне судил, звал, оценивал, просвещал меня. И вот здесь становится ясным одно – совесть есть. И это не выдумка, не надстройка, не субъективное переживание. И в последнем счете сознательно или бессознательно только совестью и только ею одной по-настоящему оцениваем мы себя и других, хотя и заглушаем ее всемозможными самооправданиями, вроде «с волками жить по волчьи выть» или примитивными, ничего не объясняющими теориями, убегаем от нее в пьянство, наркоманию, буйное увеселение и даже разврат. Такое бегство, такое бегство, однако, бесполезно. Совесть есть. И вот внезапно, внезапно приходит от нее этот глубочайший вздох. Это пронизывающее, как молния, сознание нашей глубочайшей вины, неправды, внутреннего уродства. Но одновременно с этим глубочайшим вздохом приходит и страстное, а может быть и искреннее желание освободиться от этого бремени, очиститься, возродиться, покаяться. Отсюда и начинается раскаяние. Оно делает самым очевидным для нас то, что к разгадке тайны и сущности зла приводит не разум, не мораль, не идеология, а только совесть. Таинственный свет, который горит в душе и никогда не угошается до конца всей тьмой всем безобразием падшей жизни человека. Совесть – это загадочный голос, про который неизвестно, откуда он приходит и как становится слышен. Но вот он говорит внутри нас, и мы слушаем, обличает, и мы соглашаемся. Это голос, который дает нам силу оценивать себя изнутри и вверяться этой оценке. И так, именно с совести и потому с раскаяния начинается приближение наше к той тайне зла, о которой мы рассуждаем в этих передачах. Но продолжим эти рассуждения в нашей следующей встрече. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok